Саламу алейкум. Я шейх Ана-Макмон. Шейх, можете ли вы поделиться с нами, как случившаяся трагедия, данная террористическая атака в Крайс-Чорче, изменила отношение общества Новой Зеландии к мусульманам? Вначале я бы снова хотел выразить свои соболезнования тем, кто потерял своих близких в сложившейся ситуации. Также пусть Аллах Субханаху Аталя дарует скорейшего выздоровления пострадавшим. На самом деле люди в Новой Зеландии, включая мусульман, обладают теплотой, любовью. Они умеют посылать, дарить свою любовь всему миру. Так было всегда, но данное нападение сделало их качества еще более очевидными. Люди Новой Зеландии всегда человечные. Они не обращают внимания на расовые различия или религиозные. И это ужасное нападение подтвердило их человечность. Я всегда знал про эти их положительные черты. Также премьер-министр и государство Новой Зеландии оказали реальную поддержку. Я всегда говорил, что однажды премьер-министр получит Нобелевскую премию за сохранение мира и поддержку общества. Более того, когда вы видите более 5000 учеников старшей школы, студентов колледжей, приветствующих мусульман, исполняющих песни, в которых говорится о единстве, любви и поддержке, вы понимаете, насколько Новой Зеландия — мирная страна. Мы ее сравниваем с раем, и мы будем продолжать быть этим райским местом. Как я уже упоминал в одной из своих речей, что наша страна неуязвима. Нам тяжело осознавать, что эти 50 погибших были люди, жившими среди нас. Но это не сломило нас. Мы продолжаем жить, мы восстанавливаемся. Через неделю я подготовил особую речь для Худбы, который говорил о том, что нужно бороться с расизмом, просвещать людей, строить грамотное мышление и уметь фильтровать информацию. Машалла, вы приняли приглашение приехать в Гамбург, в Германию, на Европейский мусульманский форум. Как вы думаете, какой главный посыл мусульмане Новой Зеландии и всей Европы должны адресовать миру? Что мы должны им донести после случившегося? Какую модель сотрудничества, сплоченности, сосуществования между мусульманами и немусульманами мы должны продвигать после данной трагедии? Со дня трагедии я сделал вывод, что эта террористическая атака была не только против мусульман или против государства Новой Зеландии, но против человечности, мира, любви и гармонии в обществе. Весь мир должен понять, что настало время бороться с этой ненавистью к миру, которая присутствует не только в отдельных личностях, но и в политических лидерах, государствах. Нужно бороться со всеми, кто провоцирует насилие. Это несправедливо. Это нападение было не просто против мусульман или нашего государства. Это показатель сопротивления против многих стран в целом. Наша обязанность, как лидеров мусульман и немусульман, государств предотвращать эту опасность посредством образования. Когда мы строим критическое мышление в людях, способность задаваться вопросами, рассуждать, когда мы направляем людей на правильный путь, тогда нам удается держаться вместе, мыслить позитивно. Мы должны издавать законы, которые приравнивают к преступлению высказывания в соцсетях и СМИ, разжигающие ненависть. Люди должны быть приобщены к миру и любви. Я назвал данное террористическое нападение 2-11 сентября. Но если 11 сентября стало началом противодействия мусульманам, то 15 марта этого года должно стать отчетной точкой прекращения всей этой ненависти по отношению к любой религии. Мы должны распространять идеи мира и содружество между людьми. Религия не должна быть предметом разобщения людей. Религия должна стать связующим для понимания друг друга, для принятия людей такими, какие они есть. В момент, когда произошло нападение, я ввел хутбу. Я начал свою речь за 5 минут до случившегося. Тема моей проповеди была «Сотрудничество, которое приносит благо и противостоит злу». А затем пришел этот человек и начал стрельбу в мечети в мирный пятничный день, где собрались мусульмане на проповедь. Блача, да.